друзья всем привет с вами снова рыбалка для души и я ее ведущий иван детон 1988 друзья давайте мы с вами в этой рубрике мы сделаем ящик для вялки рыбы то есть неважно для какой рыбы она и этот ящик сделает ее сухой и просто вкусной поехали друзья и вот друзья поехал я сегодня в люральный лент приобрел я вот ящик отдал я на него по моему 600 рублей он во первых почему я взял высокий то есть можно делать несколько уровней вялки то есть можно как и коробку рыбу там грубо говоря мелкую вешать там на нет или так же как я порой сделал кусочками резал там и вешать ее маленькие кусочки вот вверх не допустим ряд будет у вас рыба будет допустим целиком висеть и вот у рыбы друзья которые мы поймали как мы ловили я ссылочку оставлю в описании и эту рыбу мы с вами из всех трех штук друзья мы сделаем с вами обалденные просто балык следите за каналом ставьте колокольчик ну а теперь давайте посмотрим что у нас подачу что нам надо вентилятор в люрой мерлин я за него полу 250 рублей отдал вот такой вот такая розетка выродит вот такая вилка с выключателем проводов потом вот такая вот решетка для где здесь воздух у вас будет заходить это решетки он у вас будет выходить то есть соответственно противоположной стороне другом районе вот дальше что я вот такие вот две круглые палочки вот чем я собственно и удешевил весь этот процесс она это палочка стоит там я не знаю порядка ну сейчас чеки посмотрим друзья вот такие я две палочки приобрел вот это соответственно для того чтобы на них вешать рыбу то есть делать крючки и вешать рыбу да и вот и взял я вот такую вот речку то есть эта речка будет крепится у нас в боку отверху будут крепиться эти речки вот и вот наш чек друзья смотрите получилось 1800 это не цене и это не ценник то есть минус отнять отсюда еще 300 300 300 300 397 рублей минус то есть 1800 минус 300 минус 400 в целом у нас без работы да получился ящик то есть один материал который нам нужен и он работал чтобы запустить нам обходится примерно 1400 рублей друзья но у кого-то разные магазины у кого-то плюс-минус то есть не так уж и дорого для того чтобы быстрее попить рыбки попить пивка так рыбка все друзья теперь перемещаемся на балкон и будем собирать так ребятки принесли мы с вами наш ящик на балкончик на беспорядок не обращайте внимание потому что на балконе время так будет делать что мы делаем сначала определяемся высотой на какой у вас будут стоять планки то есть я примерно буду вставлять смотрите еще в чем прикол оставляйте верх до верха крышки оставляйте примерно хотя бы сантиметров но я не знаю 7 8 чтобы если вы будете вешать рыбу допустим с головой и чтоб голова у вас не упиралась в крышку это тоже учитайте когда будете делать то есть я вам не говорю я такой ящик брать ящик может быть любого размера какой вашей душе угодно вот поэтому берем в моем случае верх у меня будет примерно наверное 6 сантиметров я оставлю вот до высота будет 6 сантиметров соответственно отменяем 6 сантиметров от вверх и он идет у меня конусом вовнутрь то есть берем отмеряем сколько же нам надо отрезать речку получается у нас 51 сантиметр чего мы делаем дальше 51 соответственно нам надо два куска 51 сантиметр берем того чтобы было ровно аккуратно что делаем дальше а дальше друзья придется немножко пошуметь берем мы поле лобзик можно не лобзиком у меня просто нет ножовки по металлу чтобы это было аккуратно я купил и вот эти ваши резцы аккуратно вот так вот чтобы у вас не было здесь да у всех ящик брать это все дело хрифанули так ребята берем наши дверей которые мы с вами отрезали и берем примерно так 50 сантиметров это у нас будет 1 2 3 4 4 полки делим это все на 4 полки можно делать дополнительные то есть между ними да еще вырезать ямки под другие какие-то там допустим если у вас рыба будет маленькая чтобы я ее будет многое чтобы ее влезло больше соответственно можно брать не по 10 сантиметров сантиметров от год а примеру по 5 сантиметров и то есть вы повесите больше вот ну я мелкую рыбу по крайней мере не ловлю поэтому мне по десятке думаю будет достаточно так 10 10 10 теперь нам нужно померить померить насколько чтобы они у нас были одинаково примерно вымеряем ну и давайте мы наверное сделаем один сантиметр приступаем с вами сверление патчика являет а это Ребята, мне сейчас только пришла идея, что мы делали резцы, но у меня нет наждака, чтобы это все обточить. Наждачку тут замучаешься, шлифовать, поэтому на одной речке мы делаем вот так, а на второй речке мы ставим вот так. Так, то есть для чего это? Мы делаем, вставляем, грубо говоря, вот так, да, вот, будет она стоять, мы берем, вставили и получается в пасек вот так вот раз и попали, то есть она вот стоит, вот так. Так, я изначально уже отрезал, у нас получается длина, ширина нашего ящика получилась на глубине 6 сантиметров, она у нас получилась 33,5, друзья. Что мы делаем, берем, делаем 4 вот таких палочки, вот, берем прям, не знаю, я даже отмечать не буду, берем с вами пятки ножик, и ножиков оно хорошо делается, вот, езжала, так, отрезали. Все, все получилось у нас с вами вот такие 4 палочки. Так, что мы делаем, отмеряем, 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 примерно, отмеряем, отмеряем 6 сантиметров, с одной стороны, не планировали изначально. Напоминаю, ребята, что... Так вот, например. Ни в коем случае не давите на этот ящик, потому что ящик это очень нежный, вот, и он вам просто-напросто пролупит, просто лопнет, короче, ребята. Поэтому будьте аккуратны, пожалуйста. Так вот, как я в прошлый раз, поехал за новым. Включаем на первую передачу, вот, потихоньку, а тут колонечку. Вот так, не получилось у нас, у меня как и замерили, 6 сантиметров, да? У нас даже 6,2 получилась, но ничего страшного. Вот так, не было, не берем сюда, а? Вот, один. Только не дайте, не надо дайте. Не надо дайте. Так, ребята, ну, что-то мусор, ладно, что страшно, уберем пока. Берем, вставляем сюда, раз. Вот оно, вот. Оп, все, встала. Одна. Давайте отсюда. Вторая. Вот оно, ребята. Ну, сэкономил, зато дешевле, а так было бы на 500 рублей дороже. Смотрите, как суперски получается. Вот так вот, все. То есть сюда вы на крючочке вешаете рыбу, друзья. И теперь переходим к самому интересному. Нам надо с вами установить мотор. Так, откручиваем. Что тут нам надо? За 250 рублей, соответственно, никто ничего не прикрутит. Поэтому открутили мы вот эту крышку. Теперь откручиваем вот этот болт. Снимаем. И добираемся, друзья, вот до такого элемента. Где у нас закручивается, прикручивается и откручиваем. Все дует, он у нас засаскивает отсюда, подает туда. Вот, не могу набалдеться. И спать. Что мы делаем дальше, друзья? Ящик, напоминаю, что он очень-очень-очень и очень, ребята, очень-очень. У нас внешний, он может сломаться. Прошлый раз я начал сверлить, короче, сверлами. И у меня, короче, все, ничего не получилось. Все поломалось. Вот, пробовал канцелярский ножом. Тоже все не шло у меня как-то. Ну, сейчас, наверное, просто я спешил тогда, а сейчас не буду спешить. Так, ребята, резали-морезали, в конечном итоге мы пришли к новому решению. Так, закрываем двери и берем аккуратно паяльником все это дело выпаиваем. Все, ребятки, фух, кума-кума сейчас. Так, паяльник отставляем пока в сторону и берем аккуратненько, ножички, аккуратно-аккуратно. Этот ящик используется не только в квартире, но и на той же даче, друзья, вы поставили, у вас не будет ни муха туда залетать, ничего. Закрывается все плотно, просто идеально. Да, вот это, что у нас вот этот чудо-паяльник воняет, это уже не есть хорошо, но это уже и сделки производства. Так, так, вот. Опа! И все равно, ребята, у нас он лопнул. Чуть-чуть, но улопнул. Ну, опять же, периодик. Стоило этого ожидать, не столь критично. Теперь берем с вами опять саморез. Ящик уже аж страшно в руки брать. О, блин, разували. Вот, один, один, два, десять. Все. Теперь мы берем, ребята, нашу с вами крышку. Берем вот эту сетку. Вставляем ее обратно, чтобы он у нас слойный, не... Чтобы он у нас так, еще бы найти бы нам нам саморез. Вот, вот он. Вот, чтобы туда не залетела муха какая-нибудь, или еще что-то. Вот ставим сетку. Закручиваем. Все. Все, ящик у нас готов. Сам ящик готов. Но это мы потом вытрубнем. Вот, палки наши готовы, как вы видите. Переходим, ребята, к нашей крышке. К нашей крышке переходим. Вот она наша крышка. Моторчик его поставили. Теперь берем нашу сетку. Где наша сетка? Блин, по-моему, мать. Так. Перешли вот к сетке. Тут смотрите, в какой момент. Можно это дело удешевить. То есть можно не брать вот эту сетку, да, вырезать под нее дырку. Вот. То есть не вырезать под нее дырку, да, и не вставить ее. Вот. Что можно сделать? Можно взять вот так вот ящик, закрыть. Взяли, мы закрыли его. Сетку эту не будем вставить. Так, напоминаю. Ребята, только не дай его. Все, ребята. Вот такое чудо ящик получился. Вот. Закрыли. Вуаля. Ящик готов. Погнали его отмоем. Приготовим. Ну вот, друзья мои, подведем итоги, что мы имеем. Сделали мы с вами вот такой ящик. Он у нас с мотором, с вытяжкой, то есть со всеми делами. То есть что мы делаем, да? Открываем мы с вами ящик. Вот. Берем мы с вами палочку одну, вытаскиваем. Они у нас плотно вставлены в дырочки. Если здесь у нас с разрезом что вытаскивать, то здесь они у нас круглые. То есть вы прям берете целиком, через жабру просовываете рыбину. Можно делать крючочки, как вам в вашей душе угодно. Я сделал большой высокий ящик и поставил верхние только рейки, да? На крупную рыбу. У меня есть уже низкий ящик. Вот. Поэтому мне нижняя планка не нужна. Ну может быть в дальнейшем когда-то я ее сюда прикручу. Но смысл будет практически тот же самый, да? То есть вы одели рыбу, вы вставили все это дело обратно в пас. Вот. Взяли, вы закрыли. У вас вот там стоит вентилятор. Вот. Накрыли крышку. Вот. Здесь у вас также плотные защелки. Вот. Здесь у вас дырки, то есть для выхода воздуха. Что вы делаете? Вы берете свой проводочек. Вставляете в розетку. Вставили. Все. Включили вентилятор. И у вас, друзья, отсюда дует. Дует ветер. То есть за счет циркуляции, быстрой-быстрой циркуляции воздуха. Вот. У вас рыба будет намного быстрее. Она у вас высохнет. И к вам туда не залетит ни одна муха. Ничего вам там не засрет. И не появятся с вашей рыбы опарыши, друзья мои. Всем удачи. Всем рад был помочь. Ни хвоста, ни чешуи, друзья. Увидимся. Всем пока.